Рыцарь Мечей Рыцарь Мечей Рыцарь Мечей Рыцарь Мечей Рыцарь Мечей Мы боремся за свои права, за свою территорию, отстаиваем свое мнение, проявляем какую-то настойчивость, смелость, но без, как бы с достоинством, но без излишней самоуверенности, потому что башня стоит в позиции антисовета. Это как раз такая гордыня, либо излишняя самоуверенность, либо такая борьба за мир, что камня на камне не остается. То есть даже если происходит ситуация, допустим, конфликтная, например, не у всех это будет, не у всех, но я говорю, даже если происходит какой-то конфликт, то крушить все до основания, чтобы по типу «а затем», я могу там построить что-нибудь, не совсем советуют. Видите как, семерка жезлов, да, мы объясняем свою позицию, мы настаиваем на чем-то своем, мы отстаиваем свои интересы, но делаем это с достоинством и все-таки соблюдая какие-то рамки приличия. И еще я бы сказала, очень важно в своих намерениях в любви, в отношениях в сентябре вам, сейчас скажу, как бы это выразить, вот чтобы ваши намерения, желания, цели не расходились с действием. Потому что иногда, знаете, нам хочется чего-то конкретного, мы знаем, чего мы хотим, мы к этому стремимся, мы над этим работаем, но делаем, поступки совершаем, не в кассу. Вот вам надо очень это хорошо совместить, чтобы ваши желания не расходились с вашими действиями, для того, чтобы прийти к своим целям быстрее и эффективнее. Вот такие вот карты для свободных людей. Вот этот рыцарь мечей, это может быть и ухажером, но для меня этот человек, вот странно, что советуют семерку жезлов, может быть этот человек достаточно торопится начать отношения, может быть наседает на вас, может быть немножечко нагловато атакует вас, так сказать. Заметьте, семерка жезлов – карта достоинства, когда мы все-таки, ну, вот здесь тонкая грань, но рыбами вы меня поймете. Тонкая грань в этой семерке жезлов и башни между достоинством, между объяснением своей позиции, гордостью человеческой нормальной и гордыней, чтобы эта гордость не переросла в гордыню и высокомерие, понимаете? Ну, сложновато, наверное, так, ну, так карты показали, я это так чувствую, и поэтому я так говорю, что надо этому человеку, даже если вы заинтересованы, вы должны показать свой интерес, чтобы не было такого, что «ах, я так хочу с ним быть, мне так он нравится», но в то же время веду себя не так, что ему это понятно, но позволять этому человеку такое всевластие над вами проявить, потому что рыцарь мечей, он очень такой завоеватель, по сути, прям завоеватель. А вам надо себя блюсти, чтобы человек не думал, что он полностью держит вас в своей власти, что он настолько неотразим, что если он захотел, сказал, что завтра мы с тобой встречаемся. Немножечко можно его помариновать до послезавтра, пусть ждет, терпит. Я думаю, что его интерес завоевателя, он только распалится и разгорится от этого. Но не надо делать ничего такого, что полностью разрушит эти отношения. Или если вы находитесь в позиции этого завоевателя, то есть вы пытаетесь добиться кого-то, добиться чего-то в отношениях, тоже постарайтесь, то есть стремитесь к своим желаниям, делайте что-то для них. И не надо от того, чтобы потерпели какое-то поражение, сразу вам не повезло, не получилось с первого раза, не надо сразу сдаваться, потому что тенденция такая может быть, покуда башня стоит в позиции, что может вам помешать, а башня еще и поражение. То есть когда мы потерпели поражение, мы сразу сникли и решили, что это недосягаемо. Поэтому, рыбки, у вас такой интересный месяц, насыщенный, я думаю. Проявляйте активность, будьте смелее, отстаивайте свою позицию, свои интересы и проведите правильную, соедините свои желания с действиями, которые соответствуют вашим желаниям. Я вам желаю любви, удачи, успехов во всем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok